Всем привет! Я продолжаю рассказывать вам о своих векторах реализации. Итак, первый вектор был равновесие. Второй мой вектор реализации это маг. Маг это творец. Когда мне вытащили этот вектор реализации, то я естественно сразу стала думать, ну какой я творец, нет, это наверное не про меня. Хотя говорят, что не надо вообще, когда вектора вытаскивают, думать это про меня, это не про меня, это похоже, не похоже, но тем не менее все равно начинаешь об этом думать. И вот я думала, что я никакой не творец. Потом, когда мне уже консультант поподробнее рассказывает про то, что такой вектор маг, то и она сказала мне, ну ты подумай, проанализируй, потом там скажешь, дашь обратную связь, как тебе это все откликнулось. Ну я вот, значит, прочитала еще раз про этот вектор реализации и стала думать, что же у меня, ну то есть вначале, значит, я не похожа, но потом думаю, ну что же, что-то же у меня должно быть от этого вектора, хоть что-то. И вы знаете, что я, до чего я додумалась? Ведь маг, творец, это человек, который вот ничего нет, а он взял и сотворит. А для мага присуще то, что он соединяет уже то, что существует, и при этом получается что-то новое. Ну я, конечно, не до такой степени творец, но я вот сделала для себя вывод, что вектор реализации маг во мне это следующее. Я никогда не могу, ну во многих случаях, делать какое-то только одно дело. Мне надо вот все соединять. Примеры. Когда я иду на работу, я делаю рейки для себя. При этом я либо пою акафисты, либо читаю псалмы, молитвы, какие-нибудь заговоры, либо говорю аффирмации. Значит, я тут даже недавно мне подарила сестра акупунктурный кофт. Ну и думаю, ну как же, ну надо найти время, чтобы на нем лежать. Ну времени вообще катастрофически не хватает. До работы вот я делаю там все эти гимнастики, зарядки, в гасе сижу, в общем, делаю пять принципов рейки. Думаю, ну вот когда-когда. В общем, я решила, теперь я лежу на коврике и делаю гасео. Ну, мне кажется, это хорошо. Потом такая стою, бодренькая, иду делать пять принципов рейки. Дальше, что-то я еще хотела бы, например, вам привести. В общем, вот, ну вот с детства у меня было такое, что если я планирую, например, готовить, вот мама там даст какое-нибудь задание, там чего-то, как-то приготовить. Вот, например, я буду там чистить картошку, и при этом учить стихотворение. Вот я это четко помню. Если я куда-то иду, то обязательно мне нужно что-то учить. Очень долгое время я ходила, учила английский. Ну, правда, там, в плеер-мушах, и просто идешь и разговариваешь. Люди, наверное, думают, что я сумасшедшая. Думаю, что делать? Надо же как-то говорить. Потому что я ходила, у меня всякие курсы там годами, и что в результате? Мы там абы как-то разговариваем друг с другом, но когда ты выходишь на улицу и приезжаешь за границу, ты тоже ничего не можешь говорить. И поэтому сказали, надо открыть рот, говорить, и тогда ты заговоришь. Вот я стала ходить по улице, пешком иду на работу, у меня на работу идти 50 минут туда и 50 минут обратно. А вот я иду и разговариваю. Вот такой у меня ректор для реализации МАК. В следующий раз вам расскажу про самый классный вектор, мой третий. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok